Мир всем, кто с нами на связи. Я Устинов Алексей. Полтора года назад переехал из Новосибирска с семьей в деревню Алтайского края. В общем, стал крестьянином. Этот ролик мы хотели снять как продолжение первого ролика об моем сарае и гурах. Я хотел пояснить, почему я сарай сделал каркасный с наполнением пенопласта и обшил железом. Это быстрый вариант. Я сарай начал делать 26 августа. Посмотрел у себя по записям. Мы сильно торопились. В первый год приехали, было много работы всякой. Но это не дешевый вариант. На самом деле можно экономичнее сделать. Изопилка бетона проще. Этот сарай у меня двухэтажный. У меня были немножко средства от продажи бизнеса. Все, что в городе было, мы подпродали и распределил деньги. Для того, чтобы это все построить. Особых представлений не было. Я сам все нарисовал себе на листочке. Было понимание, что должен быть коридор. Какие-то отсеки налево-направо. Так я все это себе представлял. Один из основных вопросов, если я использую пенопласт, это мыши. Чтобы, естественно, они не прогрызли. Для этого нужно исключить возможность попадания мышей к пенопласту. Снаружи мы видим металл. Можем подойти ближе и посмотреть. Обшивается, делается юбочка. Вот такая. Соответственно, металл, по-моему, гофра 10 миллиметров. То есть, мышка сюда уже точно не пролезет. Ну, просто у меня нет возможности. Внутри мы сейчас тоже посмотрим. Там идет железная юбка. Значит, здесь у нас идет вот такая юбочка. Что вот это за приступка? Поскольку у меня ленточный фундамент, чтобы с этой стороны он не промерзал, я 5 сантиметров пеноплекса поставил везде пеноплекс. И, соответственно, пришлось сделать вот такой короб, чтобы держалась там. Здесь железная вот такая юбка идет. Можно, наверное, было бы даже и без нее, просто досками. Потому что у меня вот идут вот эти стойки, между ними пенопласт, и я их обшил досками. Ну, я решил так, что юбка как бы понадежнее будет. Самое главное, я преследовал, чтобы у меня была во всем эффективность. То есть, это начиная, понятно, от строительства, от расположения клеток, чтобы была вот такая вот взлетка, так называемая. В плане поилок, вот, это не дешевый вариант, но если деньги позволяют, то есть, можно это сделать. Если не позволяют, можно ходить с ведром, там, менять ведро. Вот, я решил, у меня как бы немножко было денег, вот, остатки. Я решил купить поилки, провести везде, чтобы не ходить с ведром. Почему? Потому что появляется свободное время. Вот, обычно привыкли к такому мнению, что если деревенский житель, у тебя времени свободного вообще нет. Вот, я как бы пытаюсь разрушить этот миф и пытаюсь все более автоматизировать. Вот эти же яйца, которые мы придумали, то есть, я это нигде не видел. Ящички там, какие они должны быть размером? Ну, 10 сантиметров, тут вот, сантиметров на 30, наверное. То есть, я все это сам придумал. Вот, соответственно, это удобно. Я уже туда не захожу. Я прошелся, вот, собрал, там, в эту ячейку положил, чтобы во всем была эффективность. Это, как бы, позволяет сэкономить время. И у тебя появляется больше свободного времени на твою жизнь. Это главное. И теперь я еще хотел нам, как бы, напомнить или сказать насчет строительства. Вот, я уже говорил, что мы начали сарай строить 26 августа. То есть, это было совсем прям поздно. Многие говорили уже, как, чего, вот, ну, не знаю, благодаря своей решительности, наверное, потому что у меня уже были животные, а им нужно было куда-то в зиму входить. Вот, мы все построили. И, в итоге, там, вторая половина сарая не достроена. То есть, я ее спокойно уже в этом году дострою. Вот, конечно. У меня большая семья, у меня 5 братьев. Вот, и, ну, надо признать, что у меня, как бы, была поддержка. Вот, мне помогали братья приезжали, помогали племянники мои. То есть, у каждого своя ситуация. Ну, думаю, чтобы было понятно, что, как бы, не все там, как бы, красиво. То есть, я это делал не один. Вот, у меня была помощь. Вот, ну, там, у кого есть возможность, так же, там, не знаю, нанять, либо, там, чтобы тоже родственники помогали. Что касается еще денег. Я говорю, все по возможности. Вот, то есть, у меня возможность позволяла. Я даже сделал двухэтажный, чтобы на втором этаже, там, что-то сушить, там, заготавливать, не знаю. Вот, нету возможности строя, там, одноэтажный. Просто я люблю четкость и эффективность во всем. Вот, потому что меня, меня очень сильно, как бы, расстраивают моменты, когда у меня неустроенность, там, где-то что-то не дадим, ну, там, не знаю, мороз где-то проходит, ветер дует, там, воды нету, животные замерзают, там, ну, вот, меня это, меня-то очень сильно, как бы, расстраивает. Вот, я так не могу. То есть, поэтому я стараюсь сделать все потихонечку, но все четко, то есть, как бы, я так привык. Вот, еще, что касается по поводу денег. Мы с женой использовали материнский капитал, я уже писал в своей статье, что, вот, в этом же году, в прошлом, я заложил основание для своего дома. Вот, мы сделали цокольный этаж. Соответственно, у меня доски, которые ушли на опалубку, то есть, они уже были, как бы, негодны их строительству, я их потратил на сарайку. Вот, это тоже экономия очень большая, потому что, там, было куплено 16 кубов досок всеразличных. Вот, и, то есть, сняли их, почистил от бетона и придел туда. Вот, так я сэкономил деньги. И вот, еще люди спрашивают, пишут, там, про трудности, вы, говорит, ничего не пишите, не говорите о трудностях. Ну, я считаю, что, во всяком деле, некоторые ищут предлоги, вот, а некоторые возможности, вот, в данном случае, в случае переезда моего в деревню, то есть, я искал возможности, поэтому, как бы, трудности, а какие трудности? То, что работа, ну, я говорю, что в городе работают не меньше деревенского, вот. Как бы, здесь, устаешь физически, вот, ты поспал, встал, ты, как огурчик хороший, вот. Вот, то есть, тут нету такого стресса, нету эмоциональных каких-то нагрузок. А, что касается стройки, к примеру, там, сарайки или, там, дома, это интересно, ты же созидаешь, вот, как это можно сказать, ну, или назвать трудностью. Вот, тем более, я человек, который занимался, там, бизнесом, вот, для меня, там, тот бизнес, для меня, вот это бизнес, то есть, это интересно, это актив, то есть, делаешь, как ты хочешь, в это вкладываешь душу, потому, что это твое, там, надеюсь, что у тебя это никто не отберет, там, и ты, там, можешь это детям передать, вот, то есть, вот это интересно, и думаю, что это не трудно, поэтому желаю всем успехов и решительности, самое главное. Увидимся в следующем видео. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok